друзья всем привет сегодня 22 сентября 2020 года вторник закончилась дневная торговая сессия на фондовом рынке московской бирже и мы начинаем наш вечерний обзор рассмотрим сегодняшние изменения по дню по валютным парам на доллар рубль и евро рубль а также по акциям ммвб которые входят в наш ежедневный торговый план так давайте приступим и рассмотрим сначала по валютам изменения на сегодняшний день получается по паре доллар рубль мы по-прежнему пока не сделали перехай пробойного дня то есть у нас хай вчерашнего дня когда мы пробили сопротивление 76 2453 составлял 76 49 90 и сегодня у нас получается что мы не смогли пробить сделать перехай этого пробойного дня поскольку сегодня у нас максимум по дню был 76 41 65 ждем что будет завтра но тем не менее если мы не сделаем перехай пробойного дня то соответственно продолжится сценарий по укреплению рубля и из текущих отметок я больше склоняюсь к тому что если мы не сделаем перехай то соответственно будет укрепляться рубля ближайшее время по отношению к доллару но связи с этим можно рассматривать сценарий по отработке следующих уровней для покупки валюты на средний срок и долгосрок ваш портфель для того чтобы на случай если будет падать фондовый рынок соответственно будет укрепляться доллар по отношению к рублю и на этом росте можно будет немножко увеличить во первых защитить свободный кэш и на росте доллара можно будет зафиксировать какой-то профит и в последующем перейти уже вот этот свободный кэш от продажи доллара можно будет саккумулировать на покупку акций которые на момент роста доллара будут на достаточно низких и интересных для покупок уровнях и так у нас по паре получается доллар рубль сохраняются часовые уровни для покупок актуально это семьдесят четыре тридцать один тридцать восемь семьдесят три одиннадцать двадцать семьдесят два шестьдесят шесть шестьдесят три это три ближайших часовых уровня которые можно рассматривать для покупок на средний срок в случае укрепления рубля переходим дальше пара евро рубль у нас на текущий момент мы видим что сегодня мы даже близко не смогли сделать перехай пробойного дня у нас хай был двадцать тридцать два двадцать один сегодня у нас хай был восемьдесят девять шестьдесят четыре ноль пять мы видим укрепление рубля по отношению к евро и что будет завтра смотрим если продолжится именно динамика по укреплению рубля по отношению к евро то значит среднесрочно как минимум до конца месяца следует рассматривать именно снижение евро по отношению к рублю на котором можно будет покупать евро на следующих часовых уровнях это восемьдесят восемь ноль два пятьдесят восемьдесят семь двадцать один сорок шесть восемьдесят пять семьдесят пять тридцать семь и восемьдесят пять двадцать девять семьдесят девять это ближайшие часовые уровни которые можно рассматривать для покупок евро при этом покупки не должны превышать двадцать пять процентов от планируемого объема позиции по евро на средний срок далее у нас сегодня также произошли изменения по акциям ММВБ. Сегодня достаточно много изменений было, давайте по порядку их рассмотрим. Сегодня были отработаны часовые и дневные уровни покупок по акциям Фосаграфа, СКС, Аэрофлот и ВТБ. Давайте по порядку просмотрим эти изменения и дальше уже по вновь сформированным уровням покупок также будем смотреть эмитенты, по которым эти изменения произошли. Итак, первая акция Фосаграфа. Сегодня мы видим, что был отработан часовой уровень 2674 и на текущий момент у нас остается актуальным для покупок в границах восходящего дневного канала только один уровень, это дневной, который находится на отметке 2516. На тесте данного уровня можно будет рассматривать покупки в размере 20% от планируемого объема позиции. Часовики все отработаны, поэтому ждем либо формирования новых часовиков, на которых можно будет докупать до 25% от планируемого объема позиции. И далее уже на тесте дневного уровня можно будет увеличивать долю в портфеле до 20% на данном уровне. На текущий момент получается, что бумага по-прежнему торгуется в восходящем тренде как долгосрочно, так и среднесрочно. Поддержка у нас находится на отметке 2013 для покупок рассматриваем ближайший дневной 2516. Также сегодня у нас был отработан часовой уровень по акциям ФСКС. Был тест часового уровня 02009 и в результате мы видим, что на текущий момент у нас остаются актуальными для покупок следующие три ближайших часовых уровня. Это 019598, 019318, 019236. Это ближайшие часовые уровни, которые необходимо учитывать при выставлении заявок в случае, если вы планируете добирать по часовикам еще до 25% от планируемого объема позиции. Если же вы уже набрали 25%, то просто продолжаем удерживать позиции и ждем формирования новых уровней, которые будут сформированы, я думаю, на дневном таймфрейме. То есть ждем формирования дневных уровней, на которых будем добирать еще 20% от планируемого объема. В целом бумагу рассматриваю пока как торгуемую среднесрочно в нисходящем тренде. Сопротивление находится достаточно высоко на отметке 0,24966. Поэтому я жду в ближайшее время техническую коррекцию по данной бумаге, на которой ожидаю формирование нового сопротивления в районе 0,2. Примерно в этом районе будет сформировано новое сопротивление, по факту формирования которого я сообщу дополнительно. Сейчас же у нас остаются актуальными для покупок, как я уже говорю, вот эти ближайшие три часовика. Это 0,19598, 0,19318 и 0,19236. Двигаемся дальше. Следующая акция, по которой сегодня произошли изменения, это акция Аэрофлот. Сегодня был отработан так, акция Аэрофлот. По акциям Аэрофлот сегодня был отработан дневной уровень, который находится на отметке 77,40. На данном уровне можно было докупать до 20% от планируемого объема позиций. Я также докупил эту акцию в мой портфель. И на текущий момент жду теста следующего дневного уровня, это 51,02. Все остальные уровни часовые у нас отработаны. Дневной уровень отработан, поэтому ближайший, который можно будет выкупать, либо это вот этот 51,02, либо формирование нового дневного уровня ждем, на котором можно будет увеличивать долю в портфеле. Более того, у нас объявлена доп. эмиссия, поэтому на фоне этих новостей нужно определиться, либо просто удерживаем сейчас позицию, либо уже докупать будем после доп. эмиссии. Опять же, надо уточнить, какой порядок преимущественной покупки. То есть, я пока еще не изучал детально, но тем не менее, там нужно будет определяться. То есть, либо мы просто оставляем позиции, и у нас они потом на доп. эмиссии увеличатся. То есть, нужно будет уточнить этот момент. Я пока этим не занимался. Я думаю, в ближайшее время этот момент изучим. На текущий момент сегодня в результате теста дневного уровня у нас сформировано новое ключевое сопротивление, которое находится на отметке 89,50. В случае теста и пробоя данного уровня у нас среднесрочный нисходящий тренд будет сломлен, и после этого можно будет рассчитывать на рост по данной бумаге в район верхней трендовой линии. Это 130 и выше. Сейчас в связи с доп. эмиссией посмотрим, какая будет ценовая политика, какие цены текущие будут сформированы. Поэтому пока торопиться с дальнейшими планами по данной бумаге, я думаю, нет смысла. Далее. Сегодня у нас также был отработан часовой уровень по акциям ВТБ. Этот уровень находится на отметке 0.03.44.90. И теперь у нас по торговому плану остается ближайший, который актуален для покупок. Это дневной уровень. Это 0.03.41.70. Достаточно близко этот уровень. У меня также заявка на докупку на этом уровне стоит, поэтому ждем. Возможно, уже завтра мы этот уровень увидим. В целом, динамика по данной бумаге в среднесрочном плане, на мой взгляд, позитивная, поскольку мы торгуемся у нижней трендовой. Ранее пробили сопротивление. И сейчас, в принципе, идет консолидация в диапазоне, из которого мы ранее выходили. То есть, это вполне предсказуемый технический момент, после завершения которого, то есть, сейчас консолидация пройдет, и уже в ближайшее время я жду, что мы начнем движение наверх. Ближайшие цели, которые я рассматриваю, это первые 4 копейки в районе средней линии канала. Вторая цель – это 0.05, 5 копеек и выше. Поэтому просто держим. Сейчас, если дадут дневной уровень, на нем докупаем и просто удержим позицию на долгосрок. Далее. Сегодня были сформированы новые часовые уровни по акциям ТГК, Х5 Ритейл Групп, Ленэнерго привилегированные, Ростелеком привилегированные, Яндекс, МТС, НЛМК, Газпром и Магнит. По порядку давайте рассмотрим все эти акции. Первая – ТГК-1. У нас сегодня был сформирован новый часовой уровень, который находится на отметке 0.01.10.86. В результате у нас на сегодняшний день ближайшими для покупок являются следующие сформированные и актуальные уровни. Это 0.01.10.86, 0.01.09.92 и 0.01.04.30. Это ближайшие уровни часовики. Также ниже можно рассмотреть 0.01.01.66. Ближайшие четыре часовых уровня, которые, если будет какое-то движение и давление на данную бумагу, это ближайшие четыре часовика, на которых можно будет добирать позицию до 25% от планируемого объема позиций. Технички бумага смотрятся интересно, поскольку торгуется у нижней трендовой линии восходящего дневного канала. Идет постепенное поджатие цены в диапазоне треугольник. В последующем я жду после, когда пройдет консолидация у нижней трендовой. Я думаю, что в ближайшее время пройдет сужение в треугольнике и выход наверх. То есть пробой сопротивления, закрепление выше и в последующем поход наверх к верхней трендовой линии 0.02.24 и выше. Далее. Сегодня также произошли изменения по акциям X5 Retail Group. Изменения очень важные, поскольку на сегодняшний день была сформирована новая поддержка, а также дневной уровень покупок. Это 2561,5. На данный момент все часовые уровни, которые выше, они актуальны для покупок. Все часовые уровни, которые были сформированы ранее, но не отработаны и которые находятся ниже вот этого нового дневного уровня, их нужно будет удалить. Таким образом, на текущий момент актуальны для покупок у нас остается часовой уровень 2642. И ближайший дневной уровень, который является также поддержкой, 2561,5. Все часовики, которые ниже, удаляем, которые ранее не были отработаны. Их два. В таблице я их отмечу черным цветом, нужно будет обратить внимание, и эти уровни, которые я отмечу черным цветом, нужно будет удалить из торгового плана. В последующем не учитывать при выставлении заявок. Переходим дальше. Ленэнерго привилегированы. По данной бумаге у нас сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок на отметке 150,8. В результате этого у нас в границах восходящего дневного канала остаются два неотработанных ранее часовика. Это 150,80 и 149,75. Также в границах восходящего дневного канала у нас имеется дневная поддержка 145,95, на которой можно будет докупать 20% от планируемого объема позиций в случае, если произойдет тест с ценой данного уровня. В целом, по данной бумаге, я смотрю на средний срок положительно, то есть среднесрочно я жду роста по данной бумаге в район верхней трендовой линии канала 195 и выше. На данный момент пока такая картина техническая сформирована. Переходим дальше. Рост телеком привилегированная. Рост телеком привилегированная. Сегодня у нас был сформирован новый часовой уровень покупок на отметке. Так, сейчас не ту бумагу открыл, секундочку. Рост телеком привилегированная. Сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок 86,20. В результате сегодня актуальными остаются для покупок следующие ближайшие часовые уровни. Это сегодняшний уровень 86,20, ниже 83,05. Дальше пока загадывать не будем, потому что эти уровни следующие достаточно низко. Если произойдет тест вот этих двух часовиков, дальше уже в следующих торговых планах будем рассматривать очередные уровни, которые будут актуальны для покупок. Сейчас же соблюдаем риски, поскольку бумага не так давно отбилась от верхней трендовой линии восходящего дневного канала, отбились от средней линии данного канала, и не исключаю, что продолжится какое-то давление на данную бумагу. Заберем вот эти два часовика. После этого нужно будет смотреть дальнейшую динамику по данной бумаге. Если продолжится давление, значит уже будем ждать теста нижних дневных часовых уровней, либо формирования нового дневного уровня в случае, если будет какой-то перехай от текущих цен. Ждем, пока два часовика, актуальные для покупок, ставим в торговом плане при выставлении заявок, учитывая. Переходим дальше. Акция Яндекс. По данной акции сегодня мы увидели выход новости о том, что Яндекс будет вкладываться в Тинькофф. На этой новости как акции Яндекс, так и акции Тинькофф подросли, но тем не менее не думаю, что это какое-то долгосрочное влияние на дальнейшую динамику цен сыграет, поскольку эта новость по сути уже будет отыграна как минимум сегодня-завтра и после этого продолжится обычная техническая картина по данным эмитентам. На текущий момент по Яндексу я жду продолжения технической коррекции, поскольку мы не так давно отбились от верхней трендовой линии восходящего дневного канала. И в случае продолжения технической коррекции интересны для рассмотрения к покупкам следующие часовые уровни это 4483 сегодня этот уровень был сформирован. Также ниже у нас имеются часовики 4134.80 3971.40 это ближайшие три уровня, которые можно рассматривать к покупкам. Дальше уже по факту отработки этих уровней будем думать дальше. то есть тут есть много часовиков, но будем смотреть. Если продолжится техническая коррекция и пройдет какой-то отскок наверх, то я думаю тут уже будет сформирован дневной уровень и вот эти ниже часовики они уже будут неактуальны для покупок. Ждем пока вот эти три часовика как минимум ставим в заявки, дальше будем присматриваться и вырабатывать дальнейшую стратегию по данному эмитенту. Переходим дальше МТС По акциям МТС сегодня сформирован новый часовой уровень покупок 334.25 и на текущий момент у нас остаются актуальными для покупок с учетом сегодняшнего уровня также еще два часовика это 327.80 и 319.10 это ближайшие часовики. Дальше уже идет дневной уровень покупок 312.25 общая техническая картина по данной бумаге пока позитивная то есть в сторону роста по данной бумаге поскольку на текущий момент мы находимся в границах восходящего дневного канала торгуемся у средней линии данного канала прошла какая-то консолидация в этом диапазоне и сейчас в ближайшее время я жду выхода наверх и дальнейший рост к верхней трендовой линии в район 406 и выше будет коррекция докупаем у кого средняя будет получаться выше текущих вот этих уровней актуальных для покупок если эти уровни находятся выше вашей средней то покупать нет смысла ждем формирования и теста уровней которые ниже вашей средней покупки следующая акция нашего обзора сегодня это НЛМК мы видим что сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок 164 68 учитывая что этот уровень находится в зоне перекупленности я не рекомендую покупать этот уровень тем кто ранее уже успел набрать какой-то объем по данной бумаге этот уровень можно забирать только тем кто только начинает формировать позиции по НЛМК для тех же кто ранее уже покупал желательно ждать тесты следующих уровней которые ранее не были отработаны это 142.54 и дневной уровень покупок 133.40 который является на текущий момент поддержкой подтверждающей что цена торгуется в среднесрочном восходящем тренде тесты пробой ниже данного уровня будет свидетельствовать о сломе среднесрочного нисходящего тренда и продолжение нисходящего движения в район нижней трендовой линии дневного канала пока же пока придерживаемся позиции удержания в случае если будет тест дневного уровня докупаем 20% для новичков которые только начинают набирать выше можно отрабатывать вот эти часовики которые актуальны для покупок это 164.68 и 142.54 эти уровни не были протестированы ранее также сегодня произошли изменения по акциям газпром сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок 175.34 те подписчики которые не успели сформировать по акциям газпром позицию то можно этот часовик выкупать также ниже в районе нижней трендовой линии дневного канала у нас имеется ранее сформированный и не отработанный уровень часовой это 171.09 то есть на текущий момент у нас два часовика не отработанных и ниже уже идет дневной уровень покупок 158.17 который достаточно низкого текущих поэтому не факт что его дадут поскольку цена торгуется у нижней трендовой линии восходящего дневного канала чуть выше находится сопротивление 194.68 пробой которого будет свидетельствовать о выходе цены из треугольника и дальше открывается перспектива походу наверх с ближайшей целью это 260 в район средней линии канала также потом откроется перспектива походу в долгосрочной перспективе в район 340 и выше пока просто набираем удерживаем в ближайшее время я думаю что мы по газпрому начнем расти по крайней мере по технике все так и выглядит так и последняя акция нашего сегодняшнего обзора это акция магнит у нас сегодня был сформирован новый часовой уровень покупок 4690 с половиной ниже у нас имеется ранее неотработанный часовик 4608 с половиной эти уровни я рекомендую к рассмотрению только тем инвесторам которые только начинают набирать позицию по магниту почему я не считаю что не следует покупать на этих уровнях тем кто ранее уже что-то начинал набирать потому что мы сейчас находимся в зоне перекупленности цена торгуется у верхней трендовой линии восходящего дневного канала и в ближайшее время я жду более глубокой коррекции по данному эмитенту на технической коррекции можно будет набирать позицию для новичков на следующих уровнях получается сегодняшний уровень который я назвал это 4690 с половиной 4680 с половиной и ниже уже в районе средней линии канала также имеется три ближайших часовика это 4124 4019 с половиной и 3788 с половиной суммарно часовые уровни не должны превышать 25% от планируемого объема позиции далее ждем формирования дневных уровней на тесте которых можно будет добирать по 20% на каждом уровне от планируемого объема позиции на этом сегодня все получается по паре доллар рубль евро рубль мы не смогли сделать перехай пробойного дня поэтому сейчас пока сохраняется стратегия на укрепление рубля то есть от текущих вполне себе вероятно что мы можем начать укрепляться по рублю на укрепление я не рекомендую шортить я рекомендую рассматривать покупки на средний срок по часовым уровням которые были обозначены в сегодняшнем обзоре а также в торговом плане который публикуется у нас на канале телеграм в закрытом в закрытой группе на этом все всем пока удачи в инвестициях субтитры 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 субтитры